здравствуйте с вами снова деда саша сегодня я покажу как я делаю баклажаны я жарю баклажаны в духовке не у всех есть это можно делать и на сковороде но мне удобнее делать духовке и возможно часть из этих баклажанов будут с каким-то соусом или добавкой есть разные возможности то что использовать для того что приготовить я беру баклажаны значит количество неважно это скорее для образа масло опять не буду говорить что это масло потому что я жду спонсоров подсолнечного масла нашей стране соль и перец ну а то что будет для на маске это я продемонстрирую позже я нарежу это на разные размеры значит причина следующая часть я хочу просто запечь и оставить в таком виде ничего не добавляя кроме масла отчасти хочу запечь тоньше для того чтоб можно было сделать из них рулет здесь видно что у меня баклажаны довольно длинные для того чтобы они могли поместиться чтобы было удобнее поместить я их разрезаю пополам и тогда их будет более удобно расположить на противне я солю баклажаны с двух сторон ничего страшного если что-то просыпется на сам противень он застелен бумагой видите что даже при большом укладывании у меня все естественно не поместится поэтому придется сделать в несколько приемов помещая их в духовку при температуре 170 180 градусов можно баклажан заранее поместить минут на 20 в воду и тогда он точно потеряет горечь это то что многим не нравится когда баклажаны есть горечь но я не заметил что в израильске баклажаны которые находятся 20 минут в духовке имеет какую-то горечь потом когда их кушают все теперь мы ждем когда они будут готовы с вами деда саша с вами снова деда саша я у нас прошло 10 минут я переворачиваю баклажаны чтобы они подошли с другой стороны если баклажан будет нарезан тонко должна быть ниже температура иначе он просто начнет прилипать бумаги рваться если очень хочется то можно покрыть его посыпать перцем и с другой стороны тоже это зависимости от личных вкусовых особенностей теперь еще минут пять я вместе с вами я снимаю вытаскиваю баклажаны прекрасно и сбрасываю коробочку запах если я мог передать вам этот запах вы бы прибежали бы ко мне я был бы раз накормить и сняв баклажаны я спрыскиваю их под солнечным маслом или оливковым в моем случае это оливковое масло видите рекламу здесь может быть ваш я просто спрыскиваю ничего чего здесь не нужно масло пропитает баклажаны а пока я кладу следующую порцию для того чтобы следующая порция баклажан была более вкусной мы попробуем из них сделать рулетики сейчас я подготовлю массу которую мы заправим наши роли но я взял данной ситуации сметану взял почищенный чеснок я выжимаю этот чеснок сюда я думаю что даже одна головки одного кусочка будет достаточно это зависит от того насколько вы любите острого мне хватит того объема который тут есть и теперь я добавляю туда укроп то есть сметана укропный соус который можно положить на готовые баклажаны или которые можно завернуть внутрь баклажан смотрите какой прекрасный соус у меня получился я не переворачиваю эти баклажаны по той причине что они более тонкие более тонко нарезаны чем прошлая партия они нарезаны именно для того чтобы их можно было завернуть и сделать рулетом они не будут от этого менее вкусные я раскладываю свою начинку внутрь баклажана баклажан начищается пропитывается этой смесью и пока он еще горячий баклажан я его заворачиваю вернув его можно проколоть например зубочисткой или если он так складывается при правильной нарезке это все зависит от глубины нарезки их можно посыпать укропом для этого мне нужно есть укроп или украсить сверху еще небольшим небольшой ложечкой все с вами был и остается где-то саш до следующих встреч а а а и а а